Для того, чтобы наш виноград защитить и получить достойный урожай, нужно сделать 4 мероприятия провести. Первое, это идет обработка фунгицидами. Или биофунгициды, или химические. Они токсичные, но они помогающие. Заболевания, которые существуют, это у нас идет мильдь и идет аидюм. Грибок, который идет часто из почвы, он поднимается, ему некуда деваться, и он оседает либо на гроне виноградной, либо идет под низ листа. В основном используются две обработки. Делается первая лечебная, и вторая идет уже апрофилактическая. После того, как обрабатывается химией, то есть производится листовая обработка растения, вырабатывается иммунитет. И оно также меньше страдает от заболеваний. Второе, это идет удаление зараженных листьев. Третье, идет у нас обрезка винограда. То есть трижды мы обрабатываем весна, лето и осень. А когда вышла почка, почка созревает, почка начинает открываться. И когда пятый, седьмой лист полноценный появился, вот тогда нужно делать обработки некоторыми препаратами. И четвертое, идет удобрение все-таки, листовой или корневой. Самое главное, что не нужно думать, что поздно обрабатывать. Не бывает поздно. Если вы в этом году не вылечите полностью, вы хотя бы вот эту болезнь останавливаете, вы прекращаете рост, так называемое залечивание. А по весне, на будущий год, вы делаете уже лечение и плюс, ну, саму профилактику. Защита от ос есть элементарная. Это по сручными средствами, то есть можно сделать элементарную сетку от ос. Больше на сегодняшний день у нас не существует никаких способов или защиты от насекомых. Если мы совокупно делаем вот эти четыре мероприятия, проводим, не забываем об условиях. Это температура, это вечернее идет опрыскивание и желательно делать теплой, не щелочной водой. Если мы все это делаем, будет просто замечательный урожай. Продолжение следует...